Я не люблю битые автомобили, проехать по всей России. То есть вот такая вот комплектация. ПТС, к сожалению, не дали. Больше всего я переживаю вероятность встретить полицейских. Завозить их контрактными нельзя. Мы разобрали Prius'а. На стойке по-любому что-то есть. Телевизор, пенопласт. Они будут выглядеть вот так, то есть. Я затягиваю сроки приехать проконтролировать. Ну да, немного выставить по зазору капот. Блин! Добросовестно восстановить разбитый автомобиль. Восстанавливать битье не получится. Когда автомобиль ремонтируется, это невозможно скрыть. Нереально. Это не сильное битье. Я приобрел на аукционе. Ремонт обошелся. Я решил купить битый автомобиль. Всем привет, друзья. Вы находитесь на YouTube-канале компании Priority Auto. Мы возим автомобиль, спецтехнику, мототехнику с аукционов Японии. Переходим к главной новости. Ну, это видео уже давно на самом деле должно было выйти. Но я его откладывал, откладывал, откладывал. Потому что, ну, не было такой спешки на самом деле касательно данного автомобиля. Начнем. Примерно в мае этого года, 2021 года, я решил купить битый автомобиль. Новый, достаточно новый битый автомобиль. Конкретной цели, почему я его покупаю, не было. То есть, мне закинул идею наш сотрудник. А почему мы не возим там битые автомобили, не восстанавливаем и так далее. На самом деле, скажу по правде, я просто не хочу этим заниматься. Я не люблю битые автомобили. Я делал проекты про битые автомобили. Все это очень много времени занимает. Поэтому, ну, конкретно вот этим направлением заниматься, там, восстанавливать все это только по запросам. То есть, конкретно двигать это направление, ну, не очень хочется. Мы возим целые автомобили, честные автомобили для клиентов. Также покупаются и битые автомобили. Но клиенты чаще всего занимаются сами восстановлением. Перейдем к главной новости сегодняшнего видео. Это Toyota Prius 2019 года. Последний рестайлинг с пробегом я его взял где-то 28 тысяч километров всего. Вот так он выглядел. То есть, у него крыло подбитое, дверь. Они под замену. Чуть-чуть порог под замят. Мне критично. Сломан пластиковый порог, он под замену просто. С этого ракурса видим, что, ну, дверь восстановлению не подлежит. Ну, я на это и рассчитывал, что просто я меняю эти детали. Меняю подушки. Там были взорваны шторка боковая и подушка сидения. Что мы поставили в итоге? Подробнее я все далее расскажу. Не переключайтесь. Обязательно поставьте лайк. Поделитесь этим видео с друзьями. Вот так он, в общем, выглядел. Но вот здесь я хочу остановиться на моменте. Вы часто обращаетесь в нашу компанию. И когда мы считаем автомобиль достаточно свежий, хороший по вашим запросам. Основной запрос какой? Поменьше пробега, идеальное состояние, самая топовая комплектация. И когда мы называем ценник, многие говорят, дорого там, на рынке дешевле, на дроме ездить дешевле. Вот я хочу объяснить просто на примере данного Prius, почему новый автомобиль, к примеру, 19-20 года на рынке стоят, допустим, дешевле. Под заказ там пишут дешевле, чем мы считаем нормальные варианты. То есть адекватные, целые. Ну, то, что просит человек. Пример. Просто. Абсолютно целый Prius. 24 тысячи километров пробег, четверка оценка. По кузову хорошее состояние, это строгий аукцион тойотовский. Комплектация, как у нас тут, мелкие царапины по кузову. В целом автомобиль в хорошем, в отличном состоянии. Тот же рестайлинг 2019 года. Обратите внимание на цену. 1 миллион 570 тысяч йен. Момент в том, что это уже почти миллион рублей, да? Даже больше миллиона рублей. Будем таможить его, как новый автомобиль. И когда мы таможем автомобиль новый, мы обязаны указать фактическую стоимость в йенах. То есть я здесь пишу в стоимость 1 миллион 570 тысяч йен. Перед вами, кстати, таможенный калькулятор. Объем ставим такой же. То есть мощность ставим фактическую. Ставим меньше трех лет. И получаем пошлину 552 тысячи рублей с утилем. То есть это фактическую цену мы ставим. То есть мы обязаны это сделать. Как с электромобилями. То есть фактически за сколько купили, за столько должны завить на таможню. Но у нас есть проходной год. Это 3-5 лет возраста автомобиля. Если мы поставим 3-5 лет, нажмем считать, получаем 398 тысяч рублей. То есть это на 150 тысяч рублей меньше. То есть даже если мы покупаем проходной автомобиль за те же 1 миллион 570 тысяч йен, то пошлина у нас уже будет на 150 тысяч рублей меньше. Поэтому в основном везутся проходные автомобили. А непроходные автомобили покупаются дешевле битыми. Соответственно мы указываем меньше аукционную стоимость фактическую. И пошлина у нас получается как на проходной автомобиль. И вот к примеру я этот Prius показал. Покажи его еще раз. Вы приобрели вот этот автомобиль. Заплатили за него бешеную пошлину. И он обошелся примерно 1 миллион 770 тысяч рублей. Это с учетом даже там нашего какого-то интереса. А на рынке еще плюс 10 процентов. Это минимум. То есть еще там плюс 150 тысяч рублей. Того почти там 2 миллиона рублей. Ну миллион 900 даже пусть будет. А стоят они на рынке по полтора миллиона рублей. Задаешься вопросом. Как, почему, где. Да, есть в статистике дешевле автомобили. В данном кузове. В данном рестайлинге. Но это R-ки. Это троечки. Еще что-то. То есть хороший автомобиль стоит хороших денег. И соответственно непроходной автомобиль, новый автомобиль будет достаточно дорого стоить. Я же был не готов там потратить такую сумму денег. И в виде эксперимента снова привезти битый автомобиль. Только уже новый. Мы покупали проходной автомобиль. Везли битый проходной автомобиль. В этот раз это непроходной битый автомобиль. И как думаете, сколько я сэкономил взяв битый автомобиль. Причем снова не глобальный. Я сэкономил почти там 450 тысяч рублей. То есть вот этот автомобиль, черный Prius, 24 тысячи километров пробег. И вот он, тот же самый Prius, но подбитый, нужно восстановить. Я его привез, восстановил, все вы увидите в этом видео. И потратил на него на 450 тысяч рублей дешевле. К чему это я? Друзья, дешевое не бывает идеальным. И новое не бывает дешевым. Вот и все, что хочу сказать. У нас есть порог 3-5 лет. В этот порог заходят по самым адекватным деньгам автомобили. Пошлина минимальная, автомобиль там целый. Можем новый купить автомобиль, получить его за миллион восемьсот. То есть полностью целый, полностью новый, без проблем. Это дело каждого. Есть автомобили старше 5 лет, старше 7 лет. Там мы платим просто большую пошлину. Опять же, нас не заставляют писать фактическую сумму, потому что пошлина все равно космическая будет. Там мы уже наоборот, подешевле опять же берем прям по минимуму автомобили и переплачиваем пошлину. Друзья, много уже сказал. Я надеюсь, в очередной раз я дал понимание, почему на рынке там дешевле бывает, чем мы, например, вам считаем. Либо в какой-то другой компании вам считают. Ну вот наглядный пример. Новый, свежий, целый вариант. Миллион семьсот семьдесят. Подбитый, восстановленный вариант. На четыреста, четыреста пятьдесят тысяч рублей дешевле. И еще раз к тому, что я его покупал. Я не знал, что я буду с ним делать. Я его покупал как факт. Я думал так же, я вам расскажу эту историю. Расскажу, почему он обошелся дешевле. Почему на рынке стоят автомобили дешевле. Вроде целенькие, да. А мы считаем дороже. Я хотел вам все это просто наглядно показать. В итоге продать там по себе стоимости его. В итоге жизнь идет. Восстановление. Он шел пока из Японии. Там два, два с половиной месяца. Я уже в итоге хотел оставить в семье там своему родственнику. Отдать по себе стоимости. Еще там момент был, что нужны были деньги какие-то. Я хотел на нем заработать. Я вспомнил, что у меня была замечательная идея проехать по всей России. И скоро вы обо всем узнаете. Очень скоро. На следующий день после выхода этого видео. Поехали смотреть, как мы восстанавливали Prius. Ну что, я в городе Владивостоке. Я в порту. Иду забирать свой битый Toyota Prius. Сейчас посмотрим, в каком состоянии дошел. Может там еще появилась какая-нибудь вмятина. Благодаря погрузке неаккуратной. Ну и вот он, красавчик. Дополнительных повреждений появилось. Слава богу. То есть вот такая вот комплектация. То есть в комплектации идет шторка, получается, боковая. Ну это в штате. Шучу, конечно, это взорванная подушка. Меня очень волновала. Закрывается дверь. И она вот... Только вот таким вот способом закрывается. В общем, даже замок закрывается у двери. Так что вообще в целом все четко на самом деле. Только ПТС, к сожалению, не дали. И у меня вообще какая идея. Если сам патрон не найду, то полностью подушку перешить можно. Она с виду вроде нерваная. А, и представляете, ремень заклинило. Поэтому придется покупать новый ремень. С подушкой, если перешить можно. И так же поступлю с потолком. Если потолок не найду, просто перешью потолок. И если я его буду перешивать, я его перешью в темный цвет. Я сейчас еду и пытаюсь понять, где меньше вероятность встретить полицейских. Потому что штраф 500 рублей. И пока не сделают ПТС, к сожалению, нельзя забрать машину со штрафстоянки. А ПТС мне не дадут. Потому что у меня машина не в надлежащем состоянии. Кстати, непонятно еще, как будет происходить с битыми машинами. Когда ведут прохождение площадки лаборатории. То есть вообще непонятно, как будет с битьем. Поэтому я вообще особо не люблю битье возить. Но когда просят, это, конечно, не проблема для нашей компании. И так, мы продолжаем наше приключение с Тойотой Приус. Сегодня я повезу его на ремонт уже ставить. То есть немножко избавиться от него. В плане того, что пусть стоит, ремонтируется. Мне нужно опять же заниматься делами. Времени у меня не так уж много. У меня есть два места, куда я хочу свозить машинку, чтобы посмотрели. У меня есть русский друг, который занимается ремонтом. Но в основном у него направление покраска. Он не любит заниматься тем, что тянуть детали, выравнивать. А нам нужно подтянуть немного порог. Поэтому едем сначала к китайцам. Посмотрим, что они скажут. Потому что наши китайцы, с которыми мы работаем, и вообще делают все. Мне кажется. Ориентировочно, кстати, автомобиль после ремонта должен выйти примерно миллион двести. Сейчас такого ценника. То есть даже на дорестайл нет. Комплектация тут средняя, неплохая. То есть адаптивный круиз-контроль. Камеры в круг даже в такой комплектации до рестайлентов точно нет. Тем более с таким пробегом 27 тысяч километров. В общем, я решил не отвлекать своего русского друга. У него там большая загрузка. Плюс он не тянет металл. А мне это нужно. Поэтому я оставляю машину у китайцев, с которыми мы работаем. Они делают все. Тянут металл, переваривают все, что угодно. Короче, они делают здесь любой каприз за ваши деньги. Моя задача сейчас купить крыло, купить дверь, купить накладку на порог. Дверь я посмотрел, где-то 30 тысяч рублей стоит крыло. До 10 тысяч рублей я нашел, но не в цвет. Его придется красить. Не обратил сразу внимания. Бампер придется покрасить. Скорее всего, да. Скорее всего, придется бампер покрасить. Ну и плюс потом мы займемся восстановлением подушек. Больше всего я переживаю, чтобы под крылом ничего не было повреждено. Потому что, ну, красить нам придется еще так же стойку. Двери мне нужно купить с петлями, потому что петли повреждены. Приехали за крылом. Крыло подходит от до рестайлинга. Получается, здесь у машинки практически такая же ситуация, как у нас была. Только данный автомобиль приехал в разбор. Он не будет ремонтироваться. И вот сейчас мы снимаем бампер. Снимаем правое крыло. И будем ставить на наш автомобиль. Здесь оно полностью целое. Оно в цвет. 218-й цвет у нас. Стоит он 25 тысяч рублей. Но не в цвет. Было за 20. Ну а зачем нам не в цвет перекрашивать? Было еще покоцанное. То есть, немного ржавое. Продавалось за 10. Но я решил, что лучше взять уже хорошее крыло. Чтобы без шпакли, без ничего оно было просто в цвет. Итак, все запчасти я привез, в принципе. То есть, у нас здесь крыло. Сейчас покажу дверь и порог. У нас крыло, дверь, порог получились в цвет. 218-й код краски у нас. Купил шторку правую. Единственную в городе нашел. Подушки найти все более сложно вообще. Потому что завозить их контрактными уже нельзя. Только вместе с распилами их завозят. Потолок, кстати, перешить стоит будет весь 15 тысяч рублей. Стоит отметить, что при ремонте автомобилей в подобных случаях обычно эту шторку убирают просто. Перешивают потолок и закрывают. То есть, не ставят эту подушку. Экономят, возможно, не находят. Но чаще всего подушек после аварии там в потолке вы не найдете. Итак, крылом не обошлось 25 тысяч рублей. Подушка 10 тысяч рублей. В салоне же у нас ситуация немного другая. Можно подобрать подушку, которая подойдет. Есть люди, которые этим занимаются. Этим занимаются в Владивостоке. Поменяется патрон. Будет рабочая подушка. Поменяется поролон и зашьется сидушка. Поэтому саму сидушку не придется менять. Так как в таком цвете я не нашел, к сожалению, контрактных сидений. Только с дорестайлинга. Там немного другая расцветка на данном этапе. Скажите, напишите, как вам оптика рестайлинга по сравнению с дорестайлингом. То есть у дореста они уходят в бампер, а здесь на багажник. И то же самое у нас в передней части автомобиля. Уходят они вниз. Зубья такие. А здесь вот так вот более сдержанно. Здесь вот у нас лежит дверь. Новая дверь. Ну, также контрактная. То есть она полностью целая. С креплениями вместе продавалась. То есть с дверной картой. Дверную карту, кстати, можно будет попробовать продать. Итак, дверь у нас стоила 30 тысяч рублей в цвет. Порог я забрал за 3 тысячи рублей. Мы все это дело поставим. Выставим зазоры, чтобы ровненько. И посмотрим по цвету. Я надеюсь, не придется перекрашивать. О, привет. Нифига себе, я тебя не заметил. Коты везде со мной. Итак, друзья. Кстати, все запчасти у нас от дорестайлинга. Они подходят. То есть двери, порог, крыло. Это все подходит. Нам нужно будет еще ремень купить. Но это уже все равно не к спеху. Мы еще успеем его поменять. Я думаю, тогда, когда будем перешивать потолок. На данном этапе, давайте, миллион восемьдесят не обошелся. Сам автомобиль со всеми расходами по пошлинами, провозами. 68 тысяч рублей на запчасти. Дальше у нас остается только работа. Еще вот ремень, я вспомнил, нужно. Кузовная работа, я думаю, где-то 25 тысяч рублей. Так как нам обозначали 30 тысяч рублей. Но крыло все-таки красить не придется. Поэтому я думаю, сейчас уточню. Думаю, будет меньше. Итак, мы разобрали Prius. Здесь, как обещал, показать, что под крылом у нас все целенькое. То есть под фарой планочка вот эта целенькая. То есть наш телевизор, то есть он целый. Даже не поогнут, не поцарапан. Все провода, все вот эти датчики, они все целы. Здесь также под бампером крепление целое. Бачок целый. Здесь, в общем, все целое. Отлично. Меня вот беспокоило вот это место. Я понимал, что на стойке по-любому что-то есть. Внизу есть вмятина. И вот металла немного выруло. Здесь подтянется. Выстучат молотком обратным. Этого я вот не видел. Под дверью было. Здесь вот тоже краска слезла. То есть повредилось покрытие лакокрасочное. Как видим, тут все не критично, как обещал. Но и мы все делать будем. Соответственно, здесь тоже не кривая. Какая-то стойка. Единственное, что ее красить на... А здесь все хорошо. Даже у нас под крылок целый. Крепление одно сломано. Поэтому придется посадить на герметик. Но это не критично. Бампер, думаю, не стоит менять. Здесь вот есть такие вещи. Они должны полирнуть. Здесь также под капотом все целенькое. Телевизор, пенопласт. Опять же, все вот эти фишечки, датчики. Они все целые. Здесь трубочки, бачок также целый. Ну и в конце концов, когда все будет готово, мы всю машину полностью законим на полировку. Каким-нибудь нашим друзьям, которые откликнутся как можно дешевле. Потому что мы не то что экономим на ремонте. Мы стараемся сделать его качественным. Но при этом не мега дорогим. Ну и хочется, чтобы автомобиль после ремонта выглядел хорошо. Это не наш потолок. Сразу говорю, наш на месте. Вон он. Это просто, чтобы в салон не летело ничего лишнего. Ну и покрасим заднюю дверь. Сразу скажу, что на данном этапе прошло полторы недели. Я вот специально ждал, пока разберут, чтобы приехать посмотреть вчера. Юра звонит мне и говорит, что приезжай в 10 часов вечера. Я говорю, я с утра приеду, посмотрю. Офига они вечером еще разобрали. И сейчас начнут уже делать, я думаю, неделя. Почему-то я думаю, что до конца недели, вот сейчас у нас четверг. Я думаю, даже до воскресенья они не успеют. Поэтому буду ждать примерно до следующей среды. Даже беспокоить не буду, потому что знаю, что процесс не самый быстрый. Но и не хочется, чтобы он был некачественным. Так как я вам покажу уже готовый автомобиль, хочу показать, каким будет промежуточный этап тех мест, которые будут красить. Они будут выглядеть вот так. То есть выстукивается все, выравнивается. Далее уже наносится слой грунта, краски. Ну, так примерно это будет выглядеть. Потом покраситься. Потом поставятся детали, которые в цвет. На самом деле скажу, ездить смотреть, как восстанавливают битье, то еще удовольствие. Можно, конечно, если затягивать сроки, приехать проконтролировать. Но точно уж не ездить, там что-то смотреть и так далее. Все ради контента только. Если бы не нужно было бы снимать, я бы вообще просто дождался, когда все будет готово. Так как я уже не первый раз здесь ремонтируюсь и просто забрал бы потом. Друзья, я просто заехал посмотреть, как идет процесс. Просто подъехал, а тут уже практически все готово. Осталось выставить немножечко по зазорам. Скорее всего, сейчас посмотрим наглядно. Ну да, немного выставить по зазору капот. А так уже практически все на месте стоит. Блин, а бампер-то возможно придется покрасить. Вот здесь есть такая, но полировка не уйдет вот здесь. А хотя тут есть места, которые полировка не уйдет. Наверное, придется покрасить тоже. Зачистили, тут подровняют внизу и вот здесь выровняют. Все будет готово, покрасят. Ну вот так вам практически все готово. Главное не забыть переклеить вот эту наклейку вот сюда. В общем, практически завершающий этап. Буквально через пару секунд вы увидите результат кузовному ремонту. Итак, друзья, день 758, наверное, уже я разбился со счета. Время просто бежит, когда ты пытаешься добросовестно восстановить разбитый автомобиль. Самое главное, все, полностью готов, все целое, двери и так далее. Ремни на месте, все. Потолок у нас теперь черный. Шторку вставили, сидушку, новую подушку. Вставили новый патрон, зашили, все грамотно. И самое главное, вы спросите, где я нахожусь. А нахожусь, друзья, на испытательной лаборатории. То есть у нас уже 3, 4, 7 июля. 7 июля. И сейчас в обязательном порядке машины загоняются в лабораторию. Это, во-первых, раньше, если вы покупали битье, да, везли к себе в регион, там ремонтировали, снимали нам видео в круг. Мы отправляли это на лабораторию, и это проканывало, да, как сказать. То сейчас сделал битый автомобиль, пригони в лабораторию. И это стало более сложным для регионов. То есть, если сейчас вы с региона хотите купить битье, вы должны восстановить его в Владивостоке, загнать в лабораторию. И только потом оно отправится к вам. Потому что вряд ли где-то в регионах такие испытательные лаборатории уже есть. Ладно, может быть где-то в портах, там, Новороссийск, где еще у нас таможица машины, еще может быть что-то есть. То есть, где есть таможенный пост Челябинск, Чита, Иркутск, там, еще что-то. То есть, там нету таких испытательных лабораторий точных. Поэтому, если вы привезли битье, то его придется восстановить в Владивостоке, загнать в лабораторию и только потом отправить к вам. То есть, своими силами уже восстанавливать битье не получится. И сейчас мы оставляем Приуса здесь минут, наверное, на 40, на час, я надеюсь, не больше. Я уже устал сам ждать. Перетяжка потолка, там, покраска пластика, ремни докупить под подушку, в сидушку. Это все обошлось 40 тысяч рублей, еще плюсом. Я уже сбился, на самом деле, со счета, надо будет еще это посчитать под конец видео. Но, я думаю, уже 1150-1170 на восстановление я потратил. Ну что ж, проект с Приусом битым 2019 года, с пробегом 27 тысяч километров. Так-то в хорошем состоянии, в хорошей комплектации. Единственное, что был подбит, в каком состоянии он был, вы видели в начале видео. Сейчас посмотрите, просто полноценный красавец. Выглядит он, ну, впечатляющий, на самом деле, в рестайлинге. Есть, конечно, для чего придраться в ремонте. Когда автомобиль ремонтируется, это невозможно скрыть, нереально. Две замененных детали, вытянутый порог, подкрашенная немного стойка, то есть между дверью и крылом. Перетянут полностью потолок в черный цвет, восстановлена боковая шторка. Заменена подушка, аэрбэк, сиденье, ремни, все хорошо с ремнями. Адаптивный круиз-контроль, кожный мультируль, камеры в круг с большим LED-дисплеем, вот аудиосистема у нас. Автоматический климат-контроль. Салон у нас вообще бомбический, на самом деле, получился. Кнопка старт-стоп, анти-юз, автосвет. Хорошая комплектация, отличный автомобиль. Но, как факт, друзья, данный Prius я приобрел на аукционе битья за миллион восемьдесят. Далее, ремонт обошелся где-то 110-120 тысяч рублей. Плюс 40 тысяч на перетяжку потолка, стоек, перекрас, пластика, восстановление подушки, сидушки, восстановление ремней. Итого, я прикидывал, там получалось примерно миллион двести пятьдесят. На пятьдесят тысяч рублей дороже, чем я планировал изначально. Рыночная стоимость сейчас на них около полутора миллиона рублей. Я считаю, это очень выгодное приобретение с тем условием, что это не сильное битье. Поэтому, ну, как вариант к приобретению. Самое главное, ты знаешь историю автомобиля, насколько он сильно был бит. Поэтому я бы с удовольствием оставил его в семье. Оставил бы либо себе, либо еще кому-то из семьи. Спасибо, что нас смотрите. Спасибо, что пишете свои комментарии. С вами, как всегда, и на долгое-долгое будущее остается Константин. Компания Priority Auto. Мы возим автомобили, мототехнику, спецтехнику с аукционов Японии. Всем спасибо за просмотр. Я всем желаю удачи. Пока. Компания Priority Auto. Надежный поставщик автомобилей с аукционов Японии. Подбор автомобиля. Покупка, доставка, растаможивание. Priority Auto. Ваш надежный поставщик.